Завтра исполняется 100 лет народной милиции, ныне полиции, а в следующем году 300 лет полиции. Здравствуйте, Антон Усаев, собственная персона сегодня, легенда тагильской милиции Павел Иванович Фитатовских. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, легенда эта слишком громко звучит. Вот я предупреждал Полякову, когда мы с ней общались, она говорит, можно напишу легенду? Я говорю, ну легенда как-то все-таки мне всего 60 лет, есть более достойные люди мне, но она все-таки написала. И сейчас это продолжается, да, легенда как-то, я себя немножко неуютно чувствую, потому что есть более легендарная, значительная личность, и значительная, которая служили 30-40 лет в органах внутренних дел, они еще работали тогда, когда не родился. Вот это действительно легенда. Многие знают вас как бессменного и длительного начальника Ленинского райотдела, также работали в Тагилстроевском районе. Расскажите, почему вообще решили пойти в органы? Ну, если рассказывать, это очень, это же долгое все, предыстория большая всегда бывает. Но самое простое такое объяснение, значит, я когда из армии вернулся в 77-м году, и всегда встает же вопрос, куда идти работать дальше. И вот у меня было желание работать преподавателем, вот учителем, хотел учить людей. Но так как перед тем, как поступать в институт, было немножко лень, естественно, как и все, что лень-то родилась вперед нас, к сожалению. А я еще и заболел. Пропустил вступительные экзамены, а родители говорят, так надо это, учиться, коль не пошел, надо куда-то работать идти. Значит, я подумал, что не потому, что я там вот тут как раз не проленился, а когда в армии служил, там нас агитировали в советское время. Всегда перед дембелями выступали, приглашали в органы внутренних дел, в КГБ приглашали и в другие силовые структуры. И как раз у нас, я служил в Кемеровской области, приезжали люди и предлагали служить в милиции. И у меня это в голове застряло. И когда у меня не получилось поступить в институт, по моей ленности, естественно, я решил, почему не в милицию. Я считаю, что посчитал тогда, ну и тогда в милиции, к милиции отношение было очень-очень положительное, очень положительное. Значит, я пришел в отдел Кантов на Карла Маркса 49 и сказал, я хочу. Значит, думал, ну что я, значит, я все-таки старшиной из армии пришел. Командиром отделения, наверное, поставят, а мне предложили сразу офицерскую двору. А участковым пойдешь, я говорю, что это такое? Ну, придешь, научишься, что давай, проходи медкомиссию. И вот так и через два месяца я уже работал в милиции. 1 августа 1977 года, как сейчас помню, первый день моей работы в органах внутренних дел. Участковым, уполномоченным в милиции. Вы прослужили 30 лет. Многие бы назвали, ну, те, кто особенно служил, адским трудом, который явно бы не все выдержали. Не хотелось ли в свое время уйти из органов, например? Вот были ли такие моменты, когда вы понимали, что, ну, все, ну, хватит? Конечно, были. Если я скажу, не были, мне навряд ли кто-то поверит. Значит, я когда отработал примерно два года, я уже был вторым младшим лейтенантом, значит, и вот такая дилемма встала. Действительно, работа достаточно сложная и специфическая. Работа с людьми, она вообще самая сложная работа. А там еще не просто с людьми, а немножко с людьми, которые имеют определенное, как сейчас, можно говорить, девиантное отклонение, с девиантным поведением. И, значит, я вот с женой посоветовался, значит, с родителем посоветовался, с коллегами. Вот что меня спасло, я посоветовался с коллегами. И мне был такой, он и сейчас живой, слава богу, Женя Бармин. Он сейчас живой. Вот это легенда уголовного розыска, вот это легенда уголовного розыска. Ему уже 80 лет практически. Значит, и вот он мне сказал, Паш, значит, вот это у тебя критический возраст, вот работа в милиции. Вот два-три года, вот это тот возраст, количество лет от работных милиций, когда наступает перелом. Вот туда ты попал или не туда? Я не знаю, как на гражданский, возможно, точно так же. Значит, и вот это метание, вот эти слова Бармина, Евгения Викторовича, других коллег, которые, значит, меня воспитывали, это Витя Самойлов. Они говорят, ну, ты вот, вот ты не спеши, вот ты, главное, не спеши принимать решение, уходить, не уходить. Значит, и вот эти где-то с полгода примерно вот этих метаний привели к тому, что я остался работать в милиции. И не жалею, если бы сейчас, вот опять встала передо мной дилемма, куда идти? Я, ну, не сомневаясь, ни одной секунды пошел бы работать в милиции. Хотя, значит, сейчас работать, на мой взгляд, значительно сложнее. И кто говорит, что раньше было сложно, а сейчас стало легче? Нет, сейчас сложнее работать, сложнее значительно. Потому что раньше с преступниками было проще общаться. Они были, так сказать, необразованные чаще всего. А сейчас шибко грамотные все стали. Просто так к нему не подойдешь. А какое самое приятное воспоминание из этих 30 лет службы? Что приятно рассказывать, что приятно вспомнить, как оно было? 30 лет службы, самое приятное, пожалуй, это два момента. Первый момент, это я как раз женился, когда работал в милиции уже. Это на всю жизнь, сейчас уже с женой 40 лет скоро будет, как вместе живем. Значит, есть столько детей у нас много, но это, возможно, еще отдельно мы об этом скажем. И второй момент, когда я получил полковника. Это, ну, полковника получить, это почти что счастье. Хотя, говорит, генерал, это счастье, это не звание. Полковник, это тоже счастье. И когда я получил, а получил я его 1 апреля, заходит ко мне мой заместитель Абдул Кадыров и Мария Акарыч. Значит, сейчас начальник управления внутренних дел. И говорит, Павел Иванович, ты получил полковника. Я говорю, ну, ты же врешь, 1 апреля. Ну, врешь ведь ты, он говорит, ну, я, говорит, хоть и не мусульманин, и не православный, но вот крест во все пузо, как говорится, но точно, значит, вот получил полковника. Ну, когда он сказал, что точно, я тебя не обманываю, вот это было очень запоминающе. Вот эти два момента. Свадьба, ну, там, рождение детей, их было очень много, пятеро детей у меня. И вот это, вот два момента, это самое. А так было, конечно, очень много. Были отдельные моменты, когда, значит, какое-то раскрытие преступлений. Вот оно, их было много, поэтому, вот, но отдельные моменты, когда раскрыли преступление. Я сам в уголовном русске не работал, только помогал раскрывать преступления службы общественной безопасности, в основном работал я. Но вот такие моменты, они запоминаются, очень сильно запоминаются. Но два, это самых главных момента. Первый момент, семья. Я знаю, что все ваши дети также пошли по вашим стопам, начинали работать в органах. Не жалко ли было, что пошли туда? Нисколько не жалко. Значит, ведь милиция, она приучает к дисциплине. Они у меня закончили школу милиции. Два года казарма. Это приучило их к дисциплине. Не все остались, к сожалению, в милиции работать. Я очень сожалею, что не все остались. Значит, вот старший сын, отработав более 10 лет, сейчас работает в другой структуре, в Миньюсте, в судебных приставах. Значит, младший сын, значит, он работает в ГАИ. Старшая дочь, отработав 10 лет, она у меня отработала в милиции. Значит, ушла, резко решила поменять службу. Сейчас Тердесса работает, значит, летает. Сейчас как раз находится в Таиланде. Значит, дочка младшая в ГАИ работает, сейчас в декрете. Трое детей у нее уже, третьего ребенка родила. То есть, работа в милиции не мешает развиваться человеку, в принципе. Да нисколько не мешает. Он говорит, они вот там немножко ограниченные. Я бы не сказал. Сын старший, что он отработал много лет у меня в милиции здесь, потом перевелся в Подмосковье, в город Королев. И когда реформа началась в 2011 году, он что-то решил заняться коммерцией. Сейчас в Санкт-Петербурге работает, коммерцией занимается. Ну, идет у милиционера коммерция как-то, вот я милиционер, как-то вот это не очень вижу. Так, ни шатка, ни валкана у тебя коммерция идет. Иногда мне говорят, пап, там денег не дашь немножко, аренду нечем заплатить. Это вот такая коммерция. То есть, служба семье не помеха ни в коем случае. И вот я сейчас выступаю перед молодежью, когда им говорю, что они вот начинают, вот тут денег не хватает, учиться как-то вот сложно. А я им говорю так, вот у меня пятеро детей. Это как бы совместимо, значит, совместимо с работой. Выучился я, выучился, значит, академию закончил. Когда у меня уже был первый ребенок родился. А когда закончил академию, у меня четвертый родился. Ну, мне почему-то не помешало. То есть, было бы желание. Я им всегда говорю, если есть желание, тогда можно сделать все. Но тут есть еще одно маленькое но. Если тыл крепкий. У меня жена, фу, жена, действительно, это не просто жена. Это даже не вторая моя половина. Это моя первая половина. А я уже вторая половина. Без такой жены ничего бы не было. И каждому я говорю, вторую половину, если у вас есть хорошая, вы сделаете все, что угодно. На вашей груди я вижу много наград. Может быть, расскажете, какая самая важная именно для вас? Ну, вот у меня, я когда уволился из милиции, я работал начальником службы безопасности у депутата Государственной Думы Язева, Валер Фанасьевича. У меня был зам, полковник. Он военный полковник. И как-то он надел награды, все свои тоже. Мы, значит, 23 февраля отметили. Значит, я пришел, и он пришел. Я говорю, у него наград еще больше, чем у меня. Я говорю, что ж ты не носишь? Что ж ты не носишь? Он говорит, Павел Иванович, вот эти все награды, это все Афган. Это все Афган. Я когда надеваю, я вспоминаю, я просто не могу. У меня душа не выдерживает, слезы душат, сердце разрывается. Я говорю, вообще никогда не надеваю. Я говорю, только по твоей просьбе я надел. И поэтому награды самые ценные и самые запоминающие, это, конечно, Чечня. Они, ну, это громкие слова, но почти за каждой наградой это пот, а иногда и кровь, к сожалению. Я в одной из командировок был со своим сыном, со старшим сыном, который работал в старой милиции, Анатолий. Он до этого был в командировке, был дважды на подрыве. А со мной третий раз на подрыв попал. Это чудо, что он остался жив. Значит, вот и таких случаев очень много. Я, конечно, не за это награды получил, потому что пришлось участвовать и в операциях. Так вот, как именно вот чеченские награды. Их у меня три от министра внутренний дел. И вот это самое ценное. Это самое ценное, которые получены именно вот за участие в боевых операциях. За годы службы вы видели наверняка все, и кровь, и пот, как вы сказали. Как в такой ситуации полицейскому, милиционеру в прошлом, не стать черствым, не стать жестоким, не стать бесчувственным? Как вы считаете? Как вот сохранить это человеческое, даже в этих сложнейших эмоциональных условиях? Очень трудный вопрос, понимаете. Очень однозначно на него не ответить. Это у каждого свой иммунитет вырабатывается. А этот иммунитет чаще всего закладывается в детстве. Ведь известно, что воспитание ребенка происходит лет до пяти, максимум до семи. Это уже корректировка. И вот что? Ну, мне повезло. Вот мне повезло. В меня что-то такое вложили. Ну, не мне оценку себе давать, очерствело мое сердце или не очерствело. Это я сам себе не могу оценку сказать. Но люди, которые мне говорят, что ты вроде бы остался более-менее нормальным человеком, не стал жестоким. Чтоб сердце не очерствело, нужно только, в принципе, одно – любить. Любить человека, который против тебя сидит. Неважно, кто он. Коллега твой, начальник твой, подчиненный, преступник. Если ты относишься к нему с любовью, с пониманием, не осуждаешь его за то, что он нехороший человек, а понимаешь, почему он совершил это преступление, тогда твое сердце не очерствует. Душа твоя тогда в броню не превратится. И ты вот от этой брони не будут отскакивать людские беды. Вот только вот любовь. Другого нет. Не скучаете по службе? Скучаю. Немножко. Немножко скучаю. Значит, и в прошлом году, когда мне Ибрагим Вакарович Абдул-Кадыров сказал, что вот есть предложение от ветеранов избрать тебя председателем координационного совета, я, честно, с удовольствием согласился. И когда состоялся координационный совет, и ведь председатель ветеранской организации, а у нас их восемь ветеранской организации, проголосовали за меня, что вот, Павел Иванович, мы тебя знаем, мы тебе доверяем, значит, давай, дерзай. Я с удовольствием это предложение принял. И вот ровно год, как я на этой должности, что получилось, не мне судить. Ну, ветеранская организация у нас достаточно большая, я уже сказал, восемь ветеранских организаций. Плюс, значит, к нам еще присоединилась, как в координационный совет, они совсем отдельная организация ветеранская, это линейный отдел органов внутренних дел, я вам сейчас не знаю, как точно назвать, но тогда всегда был линейный отдел. Значит, они у нас сейчас, и сейчас Центр профессиональной подготовки, они свою организацию ветеранскую образовали, там тоже полковник Покурса ее возглавляет, они тоже к нам присоединились, она ветеранская организация растет. И сейчас, значит, вот я совсем недавно был юбилей в неведомственной охране, она еще пока так называется, хотя она в Росгвардии перешла, значит, я им тоже предложил, создайте свою ветеранскую организацию, у вас необходимость в этом возникла, вы сейчас от полиции отошли, ну, еще не полностью, и чем дальше, тем вы дальше будете отделяться, создайте ветеранскую организацию, потому что и вот, Владимир Михайлович Саворский, он над этим делом, мы над этим делом уже думаем, я думаю, еще у нас ветеранская организация будет, а так как дело-то делаем одно практически, я думаю, они точно так же войдут в наш координационный совет. Значит, у нас полторы тысячи ветеранов практически в этой организации состоят, сейчас у нас еще по-старому остался Ленинский отдел, не стали по номерам называть, потому что для меня надо до сих пор понять, номера, зачем это придумали, это идет обезличивание, на мой взгляд, или фамилия, вот Федотовских, вот все знают Федотов, номер пять, кто такой номер пять, неизвестно, допустим, а это ветеранская организация Ленинского отдела, Дзержинского отдела, Тагилстроевского отдела, Управление внутренних дел, Пригородного отдела, это звучит прилично, как Ленинцы, вот я Ленинцы настоящий, Дзержинцы, он Дзержинский, когда, значит, одного уважаемого человека, Владимира Владимировича Маяковского спросили, значит, пример привести, он говорит, я бы вот сказал, делай Дзержинского, делай с товарища Дзержинского, Поэтому, значит, это Дзержинский все-таки, он стоял у истоков милиции, коль мы как раз о столетии говорим, это один из тех людей, который создал эту милицию. Значит, и как бы о нем сейчас, ну, разное мнение, не будем говорить, плохой или хороший, но он создал. Что получилось? Ну, вот, могут люди только дать оценку, что получилось. Ну, и ваша оценка, как сейчас у нас преобразилась структура правоохранительных органов, да, появилась Росгвардия, полиция, да, появилась ваша оценка? Значит, оценка моя была вот такая, мне уже, как говорится, и выслуга есть, и мнение есть. Поэтому то, что раздробили, я считаю, что это неправильно, потому что делали одно ведь дело, и внутренние войска, они, вот на сегодняшний день, они нам как раньше помогают, они и сейчас хорошо помогают. То есть взаимодействие на сегодняшний день очень плотное. Внезусная охрана, они как раньше с нами плотно работали, раскрывали преступления, так они и сейчас. Но я боюсь чего, пройдет какое-то время, оно ведь пройдет, пройдет 10 лет, и вот этот разрыв будет увеличиваться. Потому что сейчас на личностных отношениях очень много держится. Ну что, Савоськин, он полковник милиции, значит, командира спецназа, я уже сейчас не знаю, а когда-то мой сын там служил в спецназе, я там часто бывал в этом спецназе, потом 12-й отряд он стал называться. И были очень тесные взаимоотношения, как человеческие, так и служебные. Сейчас служебная потихоньку начинает, в связи с тем, что служба другая, они начинают распадаться. Она держится, на мой взгляд, это только чисто моя оценка, только на человеческих хороших отношениях. Когда, значит, начальник УВД позвонит начальнику Росгвардии на вагонку, что то-то, то-то надо сделать. А они ведь, по идее, должны это, согласование идут через Москву, это так все долго. А решать-то вопрос нужно, как говорится, вчера, и эти согласования затрудняют взаимодействие. Но пока на чисто человеческих отношениях вопрос решается очень быстро, мгновенно и очень хорошо. Надеюсь, что вот это разделение не повредит, но, это я надеюсь, но все-таки любое разделение, оно всегда вредит. Всегда вредит. Потому что, когда одна структура в одном кулаке, это всегда хорошо. Один начальник, а когда их пять, сколько же согласований-то нужно сделать с пятью человеком. Точно так же сейчас, к сожалению, происходит. А то, что стала полиция, ну, ведь суть работы не поменялась. Милиция, полиция. Да, милиция – это временное формирование. Полиция – постоянное формирование. Но суть-то работы одна и та же. Защищать граждан от противоправных поползновений преступников. Оказывать им всемирную помощь. Так оно что у милиции было, что у полиции. Только сейчас еще в законе о полиции это еще более четко прописано. И что хорошо, убрали очень много несвойственных функций. Очень много несвойственных функций. Раньше я вспоминаю, я участковым начинал. Участковый отвечал вообще за все. Начинает санитарий на участке, к какому отношению никакого не имел. До раскрытия преступления самого высшего. Вот это снес, его спрашивали. Сейчас многие вопросы просто ушли. А тунеядцы раньше были. А ЛТП? Это же все ушло. А еще медлый трезвитель. Чего только не было. Сейчас этого не стало. Стало в чем-то работать чуть-чуть полегче. Но это не значит, что стало работать легко. Потому что у каждого времени свои требования. И к этому требованию нужны другие абсолютно люди. Если вот меня сейчас, даже с моим опытом, вот завтра согласен, я боюсь, что у меня может не получиться. Просто требования другие. Они абсолютно другие. И они возросли, эти требования. А я могу просто оказаться не готов к ним. Были одни требования 30 лет. И произошел качественный скачок. Он качественный произошел. Требования другие. Люди, и люди другие пришли. Они стали более грамотные. Сейчас ведь только с высшим образованием в основном идут. Потому что среднего образования у милиции не стало. Ну, можно с техником, с гражданским прийти. Но это как исключение все-таки. В основном высшее образование. Люди грамотные идут. Поэтому, значит, я считаю, что полиция очень много приобрела. Вот именно когда с нас стала полиция. Да, вот сейчас все-таки. Вот как, ну что, пять лет уже прошло. А пять лет это в масштабах, ну что ты, пять. Это как пять минут. Вот идет еще пока перестройка идет. Она еще не закончилась, эта перестройка. И вот когда она закончится, ну я думаю, еще не меньше пяти лет пройдет. Не меньше пяти лет. Когда вот действительно станет настоящей полицией уже. Когда вот то старое, что еще мы притащили. Ну мы, значит, ты, кто после нас работал. А еще притащили сюда с собой. Оно уйдет. И я все-таки надеюсь, что останется именно лучшее. И люди лучше останутся. И будет вот именно все самое лучшее. Ну и в преддверии профессионального праздника, что бы вы пожелали своим коллегам? Ну, коллегам. Начать, видимо, нужно, конечно, с ветеранов, в первую очередь. Что бы ветеранам хотелось пожелать? Вот я сегодня со ветеранами общался. Мы сегодняшний день начали с чего? Значит, встретились утром и съездили на кладбище. Помянули тех, кто, кого уже с нами нет. Это, значит, в первую очередь мы заехали к бывшему начальнику ВД генералу Харькову. Потом заехали к бывшему начальнику ВД полковнику Полякову. Вспомнили, значит, вспомнили тех, кто ушел и преждевременно ушел. Кто ушел, значит, будучи в горячих точках. Кто ушел, значит, став на пути преступников здесь. Поэтому хотелось бы ветеранам пожелать крепкого здоровья. Потому что я считаю, что те, кто достойно, добросовестно и много отработал в милиции, у них достойная нормальная пенсия. Я не буду хвастаться своей пенсией, потому что многие могут меня просто не понять. Но я считаю, что пенсия у тех, кто отработал 30 лет и более, она очень даже достойная. Поэтому главное здоровье. Потому что на лекарства, если деньги пойдут, тогда, конечно, не хватит. А для молодежи, для молодежи, сейчас модно стало говорить профессиональное долголетие. Я считаю, что не совсем правильно. Профессиональное долголетие не должно зависеть от начальника. Не должно зависеть, а должно зависеть только от человека, который работает. Есть у него желание, он должен работать. А если он не хочет работать, ну, ради бога, тогда отойди в сторону. Когда говорят профессиональное долголетие, подразумевается, что начальник тебе может в любой момент подвинуть. И ты, значит, как бы на крючке. Вот я с этим абсолютно не согласен. Значит, я хочу, чтобы действительно у них было профессиональное долгодетие, которое зависит от человека. Вот он работает, чтобы он профессионально рос, чтобы он стремился к чему-то, чтобы у него было желание работать, желание приносить пользу людям. Вот тогда вот такой человек, он на своем месте, тогда вместо сердца, вместо сердца у него действительно не броняк, о чем я говорил, а настоящее горячее сердце. И этот человек принесет очень много пользы. С праздником вас, все дорогие товарищи! Мы присоединяемся к таким добрым поздравлениям. Спасибо вам, что пришли к нам в студию. Всего доброго! Спасибо, до свидания!